В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Новые возможности для творческой самореализации. В Сарове появится Центр культурного развития. Когда книга в удовольствие во Дворце детского творчества начался новый сезон проекта, читаем вслух. Как я провел этим летом, творческое объединение «Артпозитив» представило новую выставку. Далее расскажем обо всем подробно. В администрации определились с местом, где будет построен Центр культурного развития. Проект находится на стадии согласования. На сегодняшний день предполагается, что новое здание будет двухэтажным. В нем будут учебные классы, мастерские для творческих занятий, а также многофункциональный зал и модельная библиотека. Проект стоимостью более 200 миллионов рублей реализуется в рамках нацпроекта «Культура» и туристического кластера «Арзамас Дивеева-Саров». Подробности в следующем репортаже. Дом по адресу улицы Озерная, 10 опустел. Жильцов переселили в другие квартиры. Ветхое здание будет снесено. На его месте через два года здесь появится Центр культурного развития. Например, такой, как в городе Шибекино Белгородской области. Как пояснили в администрации, Саровский центр не будет его точной копией. Пока проект находится на стадии согласования. Финансироваться строительство будет из федерального и областного бюджетов. В рамках национального проекта «Культура» и туристического кластера «Арзамас Дивеева-Саров». «Первая задача, которую мы ставим перед собой, это вовлечение как можно большего количества наших горожан в сферу культуры. Причем вовлечение путем создания новой инфраструктуры, более современной, чем та, которую мы имеем сегодня». Территория для строительства выбрана не случайно. 21 микрорайон быстро растет. Но инфраструктура развита слабо и поблизости нет учреждения дополнительного образования. И, естественно, территория без социальной структуры не может никак существовать. Поэтому, мне кажется, появление там именно культурно-досугого учреждения, ну, это, наверное, очень хорошая такая история. Центр культурного развития совместит в себе несколько функций, направлений досугого и образовательного характера. Проектом предусмотрены выставочные, хореографические залы, творческие мастерские и современные формы работ библиотеки модельная. То есть это не библиотека в чистом виде, в которой она всегда была. Это не только выдача книг, но это еще коммуникация. То есть это многофункциональная мебель, это всевозможные мероприятия, которые на этой площадке могут проходить посредством книги, естественно, с книгой. Но это, естественно, служит для одного, чтобы люди могли и пообщаться, и поговорить, и, естественно, получить какое-то знание. Предполагается, что новое здание будет двухэтажной площадью полторы тысячи квадратных метров. В администрации заверили, что к концу 2021 года Центр культурного развития примет своих первых посетителей. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. У Дворца детского творчества стартовал новый цикл проекта «Читаем вслух». Сезон открыли семиклассники городских школ. Ребята познакомились с фрагментами из романа Фенемара Купера «Зверобой». Подробности далее. В сентябре исполняется 230 лет со дня рождения американского романиста и сатирика классико-приключенческой литературы Фенемара Купера. Именно с этого автора в этом году открылся проект «Читаем вслух». Семиклассники школ города прочитали роман «Зверобой». Книга рассказывает об истории колонизации Северной Америки. Главный персонаж – это Непоседа. И, естественно, он открывает книгу и рассказывает все события. В проекте «Читаем вслух» приняло участие 59 семиклассников. Кто-то из ребят ранее выступал перед публикой, а кто-то пришел сюда впервые. Волнение не помешало детям прочитать произведения с выражения. «Я робот» Айзека Азимова, «Брестская крепость» Сергея Смирнова, «Слово о словах» Леонида Успенского. Эти и другие произведения русской, советской, зарубежной прозы и поэзии войдут в программу чтений в этом году. Весь наш календарный план составлен таким образом, чтобы так или иначе учесть юбилейные даты. И Ольги Бергольц, и Кира Булычева, и еще ряд писателей и поэтов, которые в 2019-2020 году будут отмечать какие-то юбилеи. Следующая встреча в рамках проекта «Читаем вслух» пройдет в октябре. Пятиклассники школ города прочитают произведение «Путешествие Алисы» Кира Булычева. Саров может получить миллион «Росатома». Чтобы поддержать город, нужно зарегистрироваться в приложении «Гражданин страны Росатом». Его можно скачать в Google Play и App Store. В разделе «Городские голосования» до 20 сентября можно решить, на развитие какой сферы будут направлены средства госкорпорации. Во второй этап конкурса пройдут города, в которых проголосовали не менее 10% жителей, и не менее 10% из них выразили готовность принять участие в развитии. Все города, прошедшего второй этап, получат по 1 миллион рублей. А город-победитель второго тура ожидает суперприз. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Семьям с двумя и более детьми помогут с ипотекой. С таким заявлением выступили в Министерстве труда и социальной политики. Семьи, в которых с начала 2018 и до конца 2022 года появились или появятся второй или последующие дети, получат право на льготное кредитование. Государство субсидирует ставку до 6% годовых на весь срок предоставления займа. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте проекта дом.рф. В России стартовал конкурс «Народная участковая-2019». Как и в предыдущие годы, жителям страны предлагают выбрать лучших сотрудников полиции, которые днем и ночью охраняют покой и безопасность сограждан. Своих кандидатов выдвигает каждый город, и наш не стал исключением. В этом году Саров представляют сразу семь участковых уполномоченных. Первый этап конкурса уже начался. Отдать свой голос в поддержку того или иного кандидата можно до 20 сентября на официальном сайте областной полиции. Спасатели предупреждают. До конца этой недели в Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность лесов и торфянников. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи. Граждан убедительно просят не сжигать мусор на своих садовых и дачных участках, а при обнаружении возгорания немедленно звонить пожарным. Выставка картин «Как я провел этим летом» открылась в Молодежном библиотечно-информационном центре. В экспозиции представлены работы восьми авторов-участников творческого объединения «Арт-позитив». Картины выполнены в разной технике – масло, акварель, пастель. Подробности далее. Клуб «Арт-позитив» существует два года. За это время художники добились больших успехов. Работы выставляются по всей области. В январе на Нижегородской выставке «Свобода творчества» их признали открытием года. По профессии Вера – инженер-химик. Все свободное время женщина посвящает живописи. Написание картин для нее не просто хобби. С 2012 года работы художницы украшают различные выставки. Сам процесс, вот начинаешь работать, иногда даже остановиться невозможно, потому что он захватывает столько всего интересного, смешение красок, сюжеты. Я без живописи уже как-то жить не могу. Новую выставку «Клуб «Арт-позитив» посвятил лету. В экспозиции более 70 работ, на которых яркие натюрморты, портреты и красочные пейзажи из многих уголков страны. Картины выполнены в разных техниках. Масло, акварель, пастель. Картины, да, мне нравятся. Те, что крымские, узнаваемые места, где я тоже был. Какие-то, да, можно выделить. Я бы даже домой забрал с радостью. Очень необычное тем, что как-то первый раз я оказалась в библиотеке плюс выставка. Какая сама атмосфера по себе очень интересная. Молодежный библиотечный информационный центр превращается в своеобразное арт-пространство, где можно посмотреть картины, познакомиться с художниками и фотографами, поговорить об искусстве и приятно провести время. Мы знакомим наших читателей с творческими людьми, с художниками, с фотохудожниками, с мастеровыми людьми, которые руками своими делают такую красоту, и она у них стоит дома. Они ее приносят сюда, и наши читатели смотрят на это, восхищаются, восторгаются и говорят о том, что, боже мой, сколько талантливых людей в нашем городе живет. В рамках проекта «Библиотека в стиле арт» читатели могут не только посмотреть работы саровских художников, но и поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, развить свои творческие способности. Подробную информацию о предстоящих событиях Молодежного библиотечно-информационного центра можно узнать в группе ВКонтакте. Министерство социальной политики Нижегородской области приглашает жителей региона принять участие в фотоконкурсе «Мир глазами ветерана». Конкурс традиционный, проводится в области более пяти лет. В этом году пенсионерам предлагают показать жизнь пожилых людей в десяти номинациях. Фотографии не обязательно должны быть свежими. Можно представить архивные снимки. Мы можете принести маленькую фотографию, и у нас в центре мы ее оцифруем, переведем в формат, который нужно, и можем для вас распечатать. Главное – желание поучаствовать в этом фотоконкурсе. Участниками могут стать саровчане пенсионного возраста. Женщины старше пятидесяти, мужчины старше шестидесяти лет. Творческую работу нужно принести в Центр соцобслуживания в электронном или распечатанном виде. Заполнить анкету на участие в конкурсе, а также сообщить свои данные и описание фотографии. Название фотографии, которую он представляет, краткое описание этой фотографии, кто на ней изображен, или какие-то виды, какое-то место из Нижегородской области запечатлено на этой фотографии. Работы принимаются до 15 сентября. Подробнее с номинациями фотоконкурса можно познакомиться на сайте Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Телефон для справок 6-94-65. Азарт и бескомпромиссная борьба сопровождают не только олимпийские виды спорта. Соревнования по рыбной ловле подчас не уступают им по нокаусу страстей. Одним из таких стал турнир на Кубок Нижегородской области, куда приехали самые отчаянные рыболовы, готовые показать все свое мастерство и обойти конкурентов. В их числе был и саровчанин Борис Шуваев, который стал серебряным призером. Это просто нечто творилось, у меня сердце колотилось, как просто у загнанной синички. Я не знал. У меня давно просто такого не было. Не скрывая восторгов, Борис Шуваев делится впечатлениями о Кубке Нижегородской области по рыбной ловле. На этих соревнованиях молодой человек стал серебряным призером. Соревнования были очень тяжелыми, потому что у нас в Нижнем, у нас Нижний Новгород вообще одна из самых сильных по фидеристам. У нас такие выдающиеся спортсмены по фидеру, как Олег Сжаров, Романов, Алексей. Это просто гуру, можно сказать, фидера, так как они ловят. Они всегда были для меня примером. У меня была цель номер один – просто кого-нибудь одного из них обловить. В соревнованиях приняло участие 27 спортсменов. Турнир проходил в три этапа. В первом Борис смог обойти соперника и стал первым в своей группе, получив один балл. Во втором спортсмен набрал еще 7 баллов, а вот в третьем «Фортуна» улыбнулась конкуренту. Из заветного первого места молодой человек сдвинулся на второе. Для меня это серебро было дороже золота, просто дороже золота, потому что выступать наравне с такими спортсменами, которые представляют вообще всю нашу область, и взять среди них второе место – это для меня очень-очень прям эйфория, прям до сих пор прет. Как будто прям вот только что мне вручили эту медаль. Водоем, где рыбачили участники, преподнес сюрпризы. По словам Бориса Шуваева, дно озера было неравномерным, видимость плохая и заила, а удочка постоянно путалась в зарослях. Но тем интереснее получился турнир. В ближайшее время в планах у спортсмена выполнить разряд кандидата в мастера спорта, выступить на всероссийских соревнованиях и на мировом турнире по рыбной ловле. Лакомство, которое лечит. О чудодейственных свойствах меда ходят легенды. В его целительной силе убедились миллионы людей по всему миру. А мед свежего урожая сладкоежками ценится особо. Десятки у сортов можно не только приобрести, но и продегустировать в Центре культуры и досуговнеев. На этой неделе там пройдет ярмарка «Медовая феерия». Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в Дворце культуры и досуговнеев. С 13 по 15 сентября там проходит ярмарка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще, любимый многими, хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие, как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. И мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает. На ярмарке «Медовой феерии» вам предложат и сами продукты пчеловодства. Пирга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозоль брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта можно попробовать лично и остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите. Ярмарка «Медовая феерия» работает во Дворце культуры и досуга в Нев с 13 по 15 сентября с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Однокласснике. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.